Здравствуйте, друзья! В Вене была проведена сессия комиссии ООН, где заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин объявил, что в России будет пересматривать все доселе существующие международные отношения будут пересмотрены, и все договора, которые были невыгодны для РФ, будут расторгнуты. Любым кабальным отношением конец, что давно пора было сделать. Теперь Россия ориентируется на собственные интересы и не собирается соответствовать чьим-то ожиданиям. Кроме того, на встрече сотрудник МИД России сказал, что любые новые соглашения будут заключаться с точки зрения выгод и развития для РФ. И это актуально, так как мировое сообщество старается изолировать страну. И все это вызывает нарушения в глобальном балансе. И вот у Запада появился большой повод, чтобы задуматься. Теперь в России собираются заново проанализировать все договора. И в рассмотрении соглашений будут принимать участие не только представители МИД, но и других ведомств. И все это говорит о том, что данному процессу уделяется просто огромное внимание. Идею о том, что нужно пересмотреть существующие соглашения, высказала Валентина Матвиенко, которая является председателем Совета Федерации. И сейчас решается, какие критерии отбора будут использоваться в процессе анализа. В настоящее время в мире работают тысячи соглашений. И все предложения по отмене каких-либо невыгодных договоров будет рассматривать президент. А в соответствии с Конституцией он имеет полное право начать процесс расторжения таких договоренностей. И в результате, у прошлых партнеров, но нынешних оппонентов прервутся многочисленные источники доходов. Конечно, Европе такой расклад не нравится. И на Западе опять придумывают различные каверзы против нас. К примеру, депутаты ЕС предъявляют России требования о возврате Румынии и ее национальных достояний. И вроде, как туда входят культурные ценности и запасы золота. Естественно, в Европейском парламенте все на это согласились. И как так там все утверждают, это все добро передавалось России на хранение. На все эти претензии ответила Мария Захарова. Она заявила, что Румыния саботирует обстановку в Европарламенте и недостаток средств хочет получить за счет России. Кроме того, представитель МИД заявила, что Румыния, когда была союзником Гитлера и причинила много вреда. И вот теперь в ход идут какие-то вымышленные долги из глубин вековой истории. Также Захарова обвинила Румынию в нарушениях международных прав. Кроме того, эксперты заявляют, что власти Румынии действительно в годы Первой мировой вывозили в Россию золото. Но в настоящее время долговые задолженности этой страны перед Россией значительно превышают стоимость золотого запаса, который был завезен в начале прошлого столетия. И если уж затрагивать вопросы возвратов, имеющих вековую историю, то пусть Великобритания, Испания и другие европейские страны вернут все изъятые у Индии, стран Африки и других государств. Не говоря уже о том, сколько всего забрали колонизаторы у коренных жителей Америки. А вы что думаете, друзья, по этому поводу? Пишите в комментариях. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Целебное голодание вовсе не миф и очень хорошо работает в отношении отдельных государств, которые совершают исторические ошибки. Посидят год-другой на скудном пайке и начинают мысли правильные думать. В польском издании вышла обширная статья Петра Панасюка, в которой тот с кристальной ясностью и беспощадностью обличает польский народ в его главном грехе – гордыни, жажде разногласий и стремлений к рокошам. Бунтом против официальной ради мифического желания построить что-то лучшее, убрать хорошее. Эго Польши всю историю были источником ее проблем. Для страны без ресурсов, без развитой науки и промышленности, без активной торговли она веками вела себя слишком дерзко. Варшава ни разу сполна не реализовала свой шанс стать мостом между Германией и Россией, связующим звеном между западным миром. Не преуспела она и в те годы, когда входила в состав одного из своих крупных соседей. А все потому, что когда в Польше стабилизировалась ситуация и она восстанавливалась после очередного грандиозного потрясения, дворянство в Польше начинало роптать на власть и требовать ее делиться с ней. Бунты, мятежи, перевороты и революции свергли всех великих польских мыслителей и правителей, разрушили их достижения. Конец этому положила только советская власть, при которой кардинально изменилась структура общества. На первое место вместо знати вышли обычные люди, которые получили образование, работу и возможность определять политику страны. Увы, полвека процветания Польши закончились с крахом Союза, причем продажность наследников сыграла в этом немалую роль. С подачи США они запустили волну разрушения в соцлагере, от которого не выиграла ни одна входившая в него страна. Они лишились доступа к изобильным российским ресурсам, а затем были ограблены Западной Европой под предлогом присоединения к цивилизованному миру. Польшу же превратили в гиену, которая должна бросаться на всех соседей, критиковать реформы ЕС и быть постоянным фактором раздражения на континенте. Американцы объявили санкции против Китая. Китайцы возмущаются от отсутствия какой бы то ни было аргументации. Как это сработает? Тогда получается, что Китай еще плотнее будет сотрудничать с Россией, еще больше развернется в сторону Москвы, а американцам надо нас разъединить. В чем тогда смысл? Американская политика не является безупречной, но этот вопрос актуален все последние 30 лет. Потому что все эти 30 лет американцы говорят, что союз России и Китай – это плохо, все 30 лет давят и на Россию, и на Китай, что на самом деле поталкивает Россию и Китай друг к другу. Это один из внутренних, как говорят философы, имманентно присущих недостатков американской внешней политики, которая в целом достаточно эффективна, но какие-то вещи ей не дает делать американский гонор. Они считают, что все равно надо давить на всех. Это у них такой пунктик, что называется, собственные тараканы в их американской голове, мы самые сильные, уступать должны нам, мы уступать никому не будем. Я думаю, что они на этом спотыкаются уже сейчас, а в итоге споткнутся так, что всю морду себе и разобьют о ступеньки. Но в данном случае они рассуждают просто. Россию он давит по одному направлению, Китай по другому. Рано или поздно кто-нибудь сломается, поплывет или что-нибудь в этом роде будет сделано. А главное, давление должно быть постоянным. Это как с санкциями, связанными с поправкой Джексона Венника. Ужас Советского Союза не было, все евреи уже уехали, кто хотел уехать, и многие вернулись, а поправка все действует. Почему? Потому что им нужен инструментарий давления. А инструментарий подозревает набор поводов, и поэтому они никогда не снимают обвинений, они могут просто перейти к другому. Они могут перестать пользоваться какими-то инструментами на время, откладывают в сторону, чтобы потом взять опять. В этом системная сила американской внешней политики. Да, с точки зрения морали и нравственности это выглядит нечестно и даже местами омерзительно, но они считают, что это можно делать и делают. Эта последовательность помогает им выполнять целый ряд задач. Не уверен, что надо действовать так же подло, как они, но так же последовательно надо действовать. Потому что иначе ваши слова повисают в воздухе. Когда мы говорим, 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 а последствий никаких, то это обесценивает слова, и им никто не верит. Давайте начнем разбираться с самого простого и очевидного факта. Американцы живут в долг, те тратят больше, чем зарабатывают. В экономике есть специальный термин, которым описывается такой случай – дефицит торгового баланса. У США этот параметр недавно приблизился к рекорду за всю историю – минус 1 триллион долларов. Это означает, что американцы покупают у других стран на 1 триллион долларов в год больше, чем продают им сами. Это большая сумма, и если бы у американцев не было такой возможности, в их экономике и внешней политике произошли серьезные потрясения. Достаточно привести цифру бюджета США 858 миллиардов долларов, и тогда становится понятно, что американцам пришлось бы закрывать свои базы за рубежом и сокращать, если бы не этот лишний триллион. Теперь давайте поговорим о том, где и как именно США берут лишний триллион в год. Все бы хотели тратить больше, чем зарабатывают, если бы за это ничего не было. Но в реальности такое возможно только в том случае, если берешь эти деньги в долг. Либо, как в случае США, есть еще одна возможность – пользуясь статусом доллара, они еще могут напечатать деньги из воздуха. И печатают они даже больше, чем занимают, там речь уже про несколько триллионов, и достаточно привести цифру напечатанных долларов за последние пару лет – почти 6 триллионов долларов. Еще 2-5 триллиона было напечатано в ЕС. Продолжение следует...